Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Мы с вами сегодня продолжаем читать Евангелие от Луки. Мы с вами будем читать 7 главу дальше. Пройдём два зачала, 30 и 31. Это стихи с 11 по 31. Для тех, кто читает Евангелие впервые с нами, я хочу пояснить, что мы, согласно нашей русской православной традиции, читаем Священное Писание на церковно-славянском языке. И таким образом учимся понимать этот язык и более осознанно, соответственно, участвовать в богослужении. Если же вам трудно понимать церковно-славянский, можно взять Евангелие на современном русском и следить за нами. Итак, сейчас я прочитаю сперва одно зачало, 30-е, мы немножко поговорим о нём, а потом 31-е, в котором говорится бы они крестители, и там, конечно, наши с вами размышления и толкования будут более пространными. И быть по сем, и дяш его град нарицаемый Наин, и с ним, и дях ученицы его мнозий, и народ мног, як уже приближися ко вратом града, и сей из нашаху умерша сына единородной матери своей, и табе вдова, и народ от града мног с нею. И, видев ю Господь, милосердова у ней, и рече ей не плачи, и приступль коснусь его одар, носящий же сташа, и рече юноше тебе глаголю восстани, и седи мертвый, и начат глаголати, и даде его матери его. Прияд же страх вся, и славляху Бога глаголище, Яко пророк вели воста в нас, Яко посети Бог людей своих. Здесь мы с вами можем отметить несколько интересных моментов. Ну, прежде всего, что же это за город Наин? Существует ли он до сих пор, где он находится? Город Наин существует в Галилее, в Нижней Галилее, по преданию. То есть, на самом деле, со стопроцентной точностью мы не знаем, но предание, идущее ещё с византийских времён, сохранилось. И согласно этому преданию, город Наин находится на юг от Назарета, примерно километров 9, наверное, от Назарета, ближе к горе Фавор. Вот когда мы едем рано-рано утром на Фавор с паломниками, ехали раньше, очень всегда чесался язык разбудить бедных спящих паломников, потому что дело обычно происходит в 6 часов утра, в 7. Мы подъезжаем к Фавору, к 7 где-то, и выехали за Русалимов в 5.15, и сказать, вот здесь был Наин. Вот, я это всегда и делала, хотя, на самом деле, сейчас это просто поворот на Наин. Мы его проезжаем, когда едем к Фавору, и там, собственно, стоит Макдональдс, вот так прозаично, ничего такого там нет. Однако, если бы мы могли, если бы время нам позволяло, углубиться, повернуть направо и углубиться туда, вот вглубь этой арабской деревни, Наин – это арабская деревня сегодня, мы в этом обнаружили храм крестоносцев католический, который стоял в Наине с 12 века, в память об этом чуде. И, соответственно, в этот храм ездят католики. Храм был сильно перестроен францисканцами в более позднее время, но, однако, вот он существует до сих пор, и место это, ну, у западных христиан считается абсолютно достоверным, у нас, в общем-то, тоже, но в паломнические программы стандартные посещения не входят, потому что там не осталось никаких археологических раскопок, которые можно было бы посещать. И храм сам вполне такой современный католический храм, в общем-то, нашему, скажем так, русскому православному паломнику не очень понятно, что там делать. Тем не менее, вот это город Наин, нынешняя арабская деревня Нин, Наин в арабском произношении. И вот здесь мы с вами видим сразу несколько интересных, тоже исторических моментов. Во-первых, сына несут за город, его выносят за городские ворота. Это связано с тем, что по древнему иудейскому закону, да, ветхозаветному, по обряду надо было хоронить обязательно за городом. И хоронить в тот же день, до захода солнца. Хоронили в пещерных гробах, которых множество нашли как раз-таки вот рядом с деревней Нин. Многие эти гробы даже раннехристианского периода, то есть даже в первом, втором, третьем веке там жили люди. То есть был город и весьма большой, потому что гробов очень много, то есть кладбище большое было, пещерное. И вот на основании этого тоже многие считают, ученые, что это место вполне-вполне подлинное. Действительно, воскрешение сына Наинской вдовы могло произойти там. И вот юношу несут на Адре. У нас хоронят евреи до сих пор без гробов. И во времена Христа хоронили без гробов. И, конечно, можно представить себе крайнее горе, безысходное горе его матери, которая уже лишилась мужа, а теперь лишилась и сына, единственного сына. И вот Господь подходит к ней, говорит, не плачь, касается Адра и воскрешает юношу. Это прообраз воскресения Христова, это прообраз воскрешения Лазаря, конечно же. Это явные совершенно указания Христа всем, кто присутствует рядом с Ним, что Он и есть жизнь и воскресение, что Ему подвластна смерть. Самый страшный враг человека до сих пор это так. И что только Ему она подвластна, только Он волен в животе и смерти человека, потому что Он сам Господь. И если есть на то Его святая воля, то может и умершего от гроба восставить. А впоследствии Лазарь воскресит четверо-дневного. То есть даже не только душу вернет в тело, но и тело его восстановит от естественного тления. И вот святые отцы, в частности, святитель Феофилакт Болгарский и более ранние тоже отцы, которых он нам пересказывает, так объясняют, что здесь есть еще и аллегорический духовный смысл, что душа наша – это вдова. Она потеряла единственного своего мужа, любимого, Бога. И вот ее ум, как сын единородный, от этого умирает. Душа начинает безумствовать в своих грехах. И вот если душа оплачет горе, оплачет умершего своего, будет рыдать о своих грехах, то придет Господь и воскресит его. То есть вот такой интересный аллегорический образ дают они нам. И чудо это воскрешение сына вдовы было настолько сильным, так потрясло оно всех, что дошло до Иоанна Крестителя и до его учеников, вернее, даже прежде до его учеников. Тут нужно объяснить, потому что иногда бывает такое несколько непонимания, как же так, ведь Христос уже пришел, Он уже крестился от Иоанна в Иордане. Почему же у Иоанна остаются его ученики? Почему они не стали автоматически все учениками Христа? Нам нужно понять, что в то время в Палестине, в Иудее, вот по всей этой территории нашей было много духовных учителей и духовных школ. И каждый раввин практически имел своих учеников. Вот и Иоанн Креститель имел как бы свою духовную школу, имел своих учеников. А уверовать же во Христа, принять Его как Спасителя и Мессию, это было делом непростым. Это был определенный процесс в душе человека, который должен был происходить. И поэтому Иоанн Креститель не торопил своих учеников. Он давал им время, чтобы они своей волей отошли уже от Него, как от исполнившего свою роль, свою обязанность, предтечи Господня, и уверовали в Господа Христа. И вот об этом мы сейчас, как он это делал, мы будем с вами сейчас читать в зачале 31-м. И изыди слова сие по всей Иудее о нем и по всей стране, и возвестише Иоанну ученицы Его о всех сих, и призвав два некая от ученик своих Иоанн, посла к Иисусу глаголя «Ты ли еси гряды или иного чаем?» Пришедши же к нему мужа реста. Иоанн Креститель посла нас к тебе глаголя «Ты ли еси гряды или иного чаем?» В той же час исцели многи от недуг и ран, и дух злых, и многим слепым дырова прозрения, и, отвещав Иисус речеем, «Шедше возвести-то Иоанну, я же видисто и слышисто, як у слепии прозирают, хромии ходят, прокажени очищаются, глуси и слышат, мертвые восстают, нищие благовествуют, и блажен есть, и же ащи не соблазнится у мне». Отшедшима же ученикома Иоанновама начат глаголати к народам о Иоанне. Чесо изыдости в пустыню видите, трость ли ветром кулеблем? Но часо изыдости видите, человека ли в мягкие ризы одеяна? Се иже во одежде славней и пищи сущие во царстве суть. Но часо изыдости видите, пророка ли ей глаголю вам и лише пророка. Сейбо есть, у нем же писано есть, ся аз послю ангела моего пред лицем твоим и же устроит путь твой пред тобою. Глаголю бо вам, болей врожденных женами пророк Иоанна Крестителя никто же есть. Мниже во царстве Божии боли его есть. И все люди, и слышавшие, и мытарие, оправдивши Бога, крещшеся крещением Иоанновым. Фарисеи же и законницы совет Божий отвергоши в себе, не крещшеся от него. Вот здесь мы с вами видим замечательный педагогический прием, который нам бы, мамам и папам тоже помнить, когда мы воспитываем своих детей и очень хотим их за что-то сагитировать, хотим их к чему-то доброму, хорошему привлечь. Посмотрите, как хитро поступает Иоанн Креститель. Он притворяется незнающим. Он не давит собственным авторитетом. Ученики очень его любили, Иоанна Крестителя. И если бы он сказал им, идите, они бы пошли. Но он хочет, чтобы они сами уверовали, чтобы они своей волей уверовали, чтобы они сами выбрали Христа. И поэтому Иоанн Креститель и притворяется незнающим и посылает их. Пойдите, говорит он, узнайте, он ли это, который должен прийти. Обратите внимание, что здесь большая разница между самим Спасителем и вообще пророками. Потому что пророки, они посланные. То есть их посылает Господь. Потому Иоанн Креститель не называет Христа. Он ли тот, который послан к нам. Посланные – это пророки. Притом часто они посланы даже против своей воли. Как было с пророком Иеремии, который был пастухом. Или как было с знаменитым пророком Ионы, который бежал от лица Божия и не хотел быть пророком. Так вот, а Господь, он не послан. Он грядущий силой и властью по своей воле. Поэтому и спрашивает, Иоанн Креститель так и ставит вопрос, ты ли еси грядый или иного чаем? Ты ли еси тот, который должен прийти? То есть ты ли Спаситель мира? Или мы должны ждать другого? И Христос подхватывает эту игру, потому что и Христос, и Иоанн Притечи прекрасно знают друг друга. Но ради учеников Притечи Господь что говорит? Передайте Притечи. Видите, что творится? Хромые ходят, слепые видят, чудеса какие делаются. И блажен тот, кто не соблазнится о мне. То есть блажен тот, кто не усомнится о мне, не засомневается во мне. Тот, кто уверует, тот, кто не смутится простотой моего вида, а уверует, что я есть Господь. Вот это удивительно. И вот это подействовало ученики Иоанна. Многие пошли за Христом, сами увидев и убедившись, что это действительно Он. А не потому, что Иоанн Притечи их заставил, уговорил или убедил. И дальше, когда они ушли, ученики Иоанна Притечи, учителю принести ответ, они же не знали о том, что это делается с педагогической целью. Они пошли, думая, что их учитель действительно хочет удостовериться, они пошли ему ответить. И Господь в их отсутствии говорит народу об Иоанне Крестителе. Он говорит, «Часой за досьте в пустыне видите, трость ли ветром колебли ему». Знаменитые слова Христа об Иоанне Крестителе, которые мы всегда рассказываем и по дороге в Горнинский монастырь, где Креститель родился, и по дороге на Иордан, где Креститель Господень Иоанн проповедовал. Это свидетельство Господа Христа об Иоанне Крестителе. Что вы ходили в пустыню к Иордану смотреть? Вы ходили смотреть на тростник у реки Иордан? Или вы ходили увидеть человека, одетого в богатые одежды? Кого вы хотели увидеть там? Пророка? Да, скажу вам, что он пророк, и выше изрожденных женами никого нет. Однако, тот, кто войдет в Царствие Небесное, больше его. Эта строчка тоже не всегда бывает понятна. Господь здесь хочет показать, что Иоанн пока что во плоти. И поэтому тот, кто сподобится воскресенье в жизнь вечную, даже праведник, хотя более меньший по достоинствам, чем Претеча Господень, будет выше него. Потому что Претеча пока еще во плоти, он еще живет на земле. А в Царствие Небесное можно войти только уже после смерти. То есть, после воскресения, получается, здесь имеется в виду и вхождение после смерти только исключительно души человека, или вхождение в Царствие Небесное уже с телом после Второго пришествия общего воскресения. Здесь это не меняет смысла. И так, и так, человек, который вошел в Царствие Небесное, уже больше, чем Иоанн Претеча во плоти, живущей на земле. Это удивительно, потому что Иоанн Претеча пророком Исаии назван глазом вопиющего в пустыне. Пророком Михеем он назван ангелом. Вот, смотрите, я даже прошу прощения, пророком Малахией оговорилась. Пророком Малахией он назван ангелом. Вот я даже вам цитату подготовила. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь твой пред тобою, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. То есть Иоанн Претеча в Ветхом Завете назывался ангелом. Во-первых, потому что ангел это вестник, а Иоанн Претеча будет предвозвещать, благовестить нам о пришествии Христу. И, конечно, по чистоте его жизни, по невероятной высоте духовной, по его фактически уже на земле бесплотному житию. И вот выше святого, чем Иоанн Креститель и Богородица, выше этих святых не существует. А тем не менее, Христос говорит, но тот, кто войдет в Царствие Небесное выше, даже самый младший там, потому что действительно несоизмерима чистота ветхозаветная, земная, так сказать, до воскресения Христова, имевшая быть, с тем, что будет после его воскресения, когда нам будут открыты двери в Царствие Небесное. То есть этим он не уменьшает достоинство Иоанна Претечи, а просто объясняет тот кардинальный переход, то кардинальное изменение, которое произойдет в судьбах человечества после воскресения Христова, когда будет открыт вход в Царствие Небесное. И мы знаем, что там, в Царстве Небесном, Иоанна Претечи, предстоит престолу Божию, рядом с Божьей Матерью. Поэтому так изображают всегда в храмах над алтарной частью Богородицу Иоанна Претечу по правую и по левую сторону от престола Господа Иисуса Христа. Обычно Господь на престоле и по бокам Иоанна Претеча и Матерь Божия в алтарной части обычно пишутся. Часто пишутся, по крайней мере, в бизантийских храмах так часто писалось, потому что выше этих святых нет никого. Вот так интересно. Ну вот, мои дорогие, и дальше мы читаем с вами о том, что мытари услышали вот это слово, и сердце их отреагировало, и прочие грешники пошли к Иоанну, просили креститься от него, да, а может быть и сам Господь, сам Господь тоже крестил, это есть в Евангелии, и Господь также крестил в Иордане, да, это было крещение в покаянии, в омовение, очищение от грехов, да, и вот они пошли и с радостью приняли, узнав, что вход туда, в Царствие Небесное, лежит через проповедь Иоанна Крестителя, через его крещение, то есть крещение водное, крещение в покаянии, то есть, да, они это приняли с радостью, для них это было изменением жизни долгожданным, и они это сделали, а фарисеи оставались в своей убежденности, как мы читаем, и законники, что они чистые, они не нуждаются в покаянии, они не нуждаются в крещении, и этот путь в Царствие Небесное через покаяние, которое Господь предлагает, они не принимали на тот момент, и, к сожалению, многие и до сих пор. Ну вот, мои дорогие, вот то, что я хотела рассказать вам сегодня, и теперь, надеюсь, что мы с вами встретимся уже в пятницу, у нас в пятницу будут в гостях наши авторы видеоэкскурсии из Литвы, замечательная православная команда, три женщины, которые объединены любовью к своей родине, Литве, любовью к храму и к Богу, снимают замечательные видеоэкскурсии, у нас на Топосе уже есть две и будут еще, они снимают и светские экскурсии, и, конечно, по святыням Литвы, которых очень много, и наш с ними разговор будет очень интересным, потому что святая земля имеет некую связь с Вильнюсом, вам это будет очень странно, но это абсолютно не натянуто, очень просто и удивительно, так что вот на эту тему мы поговорим и вообще расспросим их о том, как живется православным в Литве, в Вильнюсе, какие там есть святыни, известные, ну, послушаем, что они нам расскажут, пока что еще сама не знаю, что из этого получится, это будет у нас с вами в пятницу, завтра же в четверг в 8 утра, как обычно, мы с вами встречаемся на утреннем кофе, единственное, что, наверное, попрошу чуть-чуть перенести эфир на 8.15, чтобы я успела найти местечко, где мне с кофе пристроиться, ну, вот, мои дорогие, всего вам самого-самого доброго, храни вас всех Господь и до скорых встреч!